Зачем нужны снегозадержатели? Как их выбрать и правильно установить? Меня зовут Котов Александр и сегодня поговорим подробно о том, зачем нужны снегозадержатели. Снегозадержатели это устройства, которые предотвращают лавинообразный исход снега с крыши, таким образом сохраняя ваше имущество. Первое, на что стоит обратить внимание при выборе снегозадержателей, конечно, их несущая способность. Чем больше у вас скат, чем круче угол наклона, тем большую нагрузку они будут испытывать. Поэтому очень важно правильно рассчитать количество снегозадержателей, которые будут установлены на вашей кровле. Второй момент, на который стоит обратить внимание, это то, из чего сделаны снегозадержатели. Чем качественнее металл, чем качественнее покраска, тем более долговечны они будут служить на вашей кровле. Третий момент, на который стоит обратить также внимание, это форма снегозадержателей. На сегодняшний момент снегозадержатели бывают с круглыми и с овальными трубками. Самую большую нагрузку, естественно, выдерживают снегозадержатели с овальными трубками. Отдельно стоит обратить внимание на кронштейн. В компании Борги кронштейн выполнен Т-образной формы и имеет 4 ребра жесткости. Это сделано для того, чтобы его несущая способность была еще выше по сравнению с конкурентами. Монтаж снегозадержателей условно можно разбить на несколько этапов. Первое и самое важное – мы должны определить места, где будет установлен кронштейн. После того, как определены места установки, сверлим отверстие в кровли для того, чтобы потом по этим отверстиям установить наши кронштейны. Параллельно с этим у нас происходит работа по подготовке кронштейнов к монтажу. Для этого мы устанавливаем в них глухарь и накручиваем уплотнитель. Уплотнитель выполнен из специального материала, который называется пластикат. Гарантия на этот материал от производителя 99 лет. Это очень надежный материал, который позволяет обеспечить надежную герметизацию элемента на кровле. Целесообразнее всего устанавливать по 4 кронштейна, а потом в них устанавливать трубки снегозадержателя. Трубки сначала просто вставляются. В дальнейшем, когда мы установили уже несколько комплектов снегозадержателя, трубки между собой соединяются и фиксируются болтовым соединением. Очень важно надежно установить кронштейн снегозадержателя на обрешетке, но при этом нужно не переусердствовать. Если мы приложим слишком большое усилие при моменте затяжки глухарей, то мы просто провернем его в обрешетке. Если длина трубок является избыточной, то их можно укоротить при помощи ножовки по металлу. Использование абразивных режущих средств на оцинкованных элементах запрещено, так как они выжигают цинковый слой защитный, и в этом месте будет появляться коррозия. Работы по монтажу завершены, снегозадержатели установлены на крышу нашего дома. При монтаже также могут возникать ошибки. Самая распространенная ошибка – это то, что не попадают в несущие основания. В случае с металлочерепицей, несущим основанием будет являться обрешетка в этой кровле. К следующей ошибке можно отнести тот момент, что снегозадержатели на объектах режутся болгаркой, при этом выгорает защитный цинковый слой. Мы рекомендуем резать снегозадержатели при помощи либо электролобзика, либо при помощи ножовки по металлу. Также к ошибкам я бы отнес неправильный выбор места установки снегозадержателей. Целесообразнее всего устанавливать нижний ряд снегозадержателей над несущей стеной, а дальше оставшееся пространство делить пропорционально тому количеству рядов снегозадержателей, которые планируются к установке. Еще одной особенностью является расположение трубок и кронштейнов относительно друг друга. Расстояние подбирается таким образом, чтобы снеговая нагрузка, которая может действовать на края этих трубок, их не согнула. Подводя краткий итог, можно сказать, что доверять следует профессионалам. В первую очередь покупайте продукцию проверенных производителей, которым можно доверять. Гарантия на снегозадержатели Борги составляет 25 лет. А что касается установки, вы можете обратиться в официальные сервисные центры, которые вам с этим помогут. Все ваши вопросы вы можете задать в комментариях, также подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Субтитры создавал DimaTorzok